Привет, друзья! Добро пожаловать в Петербург и обратно на мой канал. Сегодня мы с вами прогуляемся по самой популярной улице баров и ресторанов. Это улица Рубинштейна. Здесь помимо кафешек много красивых и интересных домов и уютных двориков, которые мы с вами и увидим. И, конечно же, заглянем в парочку ресторанчиков. Куда же без этого? Начнем нашу прогулку с популярной площади Пять углов. Это место, где пересекаются пять улиц. И на этот перекресток выходят углы сразу пяти зданий. И самое известное из них – вот этот. Доходный дом с башенкой и флюгером. Прямо сказочный домик. В советское время в этом доме жила дочь Корнея Чуковского – Лидия Чуковская. И к ней в гости часто заглядывала Анна Ахматова. А в этой башне на самом верху сейчас мастерская известного питерского художника и фотографа Сергея Семкина. А на пятом этаже здесь продается потрясающая двухэтажная квартира с большой мансардой. Ссылку я обязательно оставлю под видео. А прямо с площади Пяти углов мы попадаем на улицу Рубинштейна. Длина улицы всего 750 метров. На ней 40 домов, а баров и ресторанов около 50. Кстати, до 1929 года это была Троицкая улица. А свое современное название она обрела в честь композитора Антона Григорьевича Рубинштейна. А вот ресторан SubZero – очень популярное место. Это сеть суши-ресторанов. Цены здесь выше среднего, но говорят, что очень вкусно. Вот такой интересный дворик. Его еще называют «Довлатовский дом». Давайте заглянем. Это дом, в котором жил писатель Сергей Довлатов. Раньше до него здесь жили писатель Джон Рид, а затем артист Аркадий Райкин. Для меня оказалось загадкой, как эти плотно припаркованные машины выезжают. Я так и не поняла. Сегодня здесь продается около 8 квартир. От 25 миллионов до 38. Выходя из дворика, мы видим этот красивый розовый дом. А на первом этаже расположена тоже очень популярная сеть пивных пабов Моллес. Ну а мы для начала решили заглянуть в ресторанчик Вина Студия на бокальчик шампанского. Взяли такие закусочки к вину. Называется «Пинчас». Мне здесь очень понравилось. Закуски все вкусные. Шампанское холодное. Много вин по бокалам и недорогие. В общем, я рекомендую. А мы идем гулять дальше. Еще один заметный и очень красивый дом с башней. Сейчас в этом здании находится камерная сцена Малого драматического театра Европы. А рядом и сам театр, и основная сцена. Здесь выступают Ксения Рапопорт, Екатерина Тарасова, Данила Козловский, Елизавета Боярская и многие другие известные артисты. А давайте заглянем в эту парадную. Она, кстати, открытая, так как на втором этаже расположен ресторанчик и много других организаций. Ксения Раппорт, Елизавета Боярская. Продолжение следует... Уютная терраса этой кафешки «Искра» нам понравилась, и мы решили зайти сюда. Скажу сразу, что понравилось далеко не все. Много блюд было в стопе. А вот лимонад очень вкусный, искала такой же в магазинах и не смогла найти. Опероль неплохой был. А вот свиные ребра были как будто разогреты со вчерашнего дня. Невкусные, не заказывайте. Сейчас я положу и буду забывать у тебя, ладно? А-а-а-а-а-а-а-а. Да, пицца вкусная. Да, вкусная пицца. Да, вкусная пицца. Ну и в конце нашей прогулки хочу показать вам мой самый любимый дом и дворик. Это Толстовский дом. Он был построен в 1910 году по заказу графа Михаила Павловича Толстого. Этот огромный дом имеет очень интересное строение. Он включает в себя три внутренних дворика, соединенных между собой высокими арками. Посмотрите на эти величественные арки высотой в три этажа. И по бокам расположены арочные проходы для пешеходов. Это дом был предназначен для людей с разным состоянием, поэтому их квартиры были от скромных до роскошных. Здесь снимали фильмы, например, «Зимняя вишня», «Мбандитский Петербург». Вам и не снилось. А в сериале «Шерлок Холмс» эти арки и проезды выполняли роль лондонских улиц. Здесь можно снять на время путешествий очень красивые апартаменты. Как с одной спальней, так и с двумя. А также в этом доме продаются квартиры от 27 миллионов до 68. И все с отличным ремонтом. Все ссылочки будут внизу под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!